Бункер Теперь мне кажется, что я должна была злиться на того ребенка, которым я была На то детское безрассудство, с которым я никак не могла понять, что за чудовища меня окружают Я не понимала, во что я ввязалась, как я могла так легко согласиться на это Я ведь не была убежденной нацисткой Приехав в Берлин, я могла бы сказать, нет, я не согласна работать в таком квартире фюрера Но я не сказала нет Любопытство оказалось сильнее Я просто не думала, что судьба заведет меня так далеко Куда я ни за что бы не пошла по собственной воле И все-таки очень трудно простить себя за это Девушки прибыли Разрешение от военного округа получено Проходите Штаб-квартира фюрера Волчьи логова Растенбург, Восточная Пруссия, ноябрь 1942 года Проходите, садитесь Прошу вас подождать несколько минут Фюрер кормит свою собаку Скоро он выйдет к вам Скажите, как нам следует приветствовать фюрера? Фюрер первым заговорит с вами А вы отвечаете просто Хайль, мой фюрер А как же нацистский салют? Можете от него воздержаться Фюрер не нанимает вас в солдаты Он ищет секретаршу Ничего не бойтесь, ведите себя свободно Я спрашиваю, есть ли у него для вас время Мой фюрер, дама из Берлина уже здесь Хочу поблагодарить вас, девушки, за то, что согласились Прийти в столь поздний час На войне мы не всегда можем распоряжаться своим временем Могу я узнать ваше имя? Маргарита Лоренц, Хайль, мой фюрер Откуда вы? Из Фюльды, Хайль, мой фюрер А вас как зовут? Урсула Путкамер, Хайль, мой фюрер Оставьте это, дитя мое, скажите просто, откуда вы Из Франкфурта на мэй, не мой фюрер Меня зовут Ханна Патрусски, родилась и выросла в Берлине А еще точнее в Панкове Хедвик Брандт, из Крайлсхайма, Швабе А вас как зовут? Тродель Хумпс, из Мюнхена Девушка из Мюнхена Ага Ну что ж, фролин Хумпс, давайте приступим Блонди вас не тронет, у нее необыкновенно развитый ум Она умнее даже, чем большинство людей Устраивайтесь поудобнее Не умойтесь, я делаю так много ошибок, когда диктую Вам не удастся сделать их больше, чем мне Вы довольно молоды Сколько вам лет? Двадцать два, мой фюрер Мои немецкие соотечественники И соотечественницы Члены партии Редко кому выпадает честь Стоять перед своими единомышленниками После двадцати лет верного служения При том, что за двадцать лет он не на йоту не отошел от первоначальной программы Полагаю, нам лучше начать сначала Меня взяли Берлин, 20 апреля 1945 год 56-й день рождения Адольфа Гитлера Два с половиной года спустя Ложись! Живее уходите с улицы! Ложись! Ложись! Это артиллерия С ума сошла Пушками они нас не достанут Фрау Юнге, вы правы Это не бомбы, это артобстрел Это русские Хороший подарочек о дню рождения Что происходит в Бургдош? Откуда эта пальба? С днем рождения, мой фюрер Центр Берлина под арт-огнем От брандепурских ворот до рейхстага и даже вокзал в Ридричстрассе Откуда стреляют? Пока неизвестно Коллер на линии Дай его сюда Коллер Вам известно, что Берлин находится под артиллерийским обстрелом? Нет? Только не говорите, что вам не слышны разрывы Я нахожусь в Литт-парк Вердере Весь город под обстрелом Русские построили железнодорожный мост через Одер На Одере нет железнодорожных мостов Это не дальнобойное орудие Командный пункт зенитной артиллерии сообщает, что калибр снарядов от 10 до 12 дюймов Русские пушки сейчас в Марцане В 12 километрах от центра города Неужели русские подобрались так близко? Все, командование воздушных войск надо перевешать Возмутительно 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 Русские в 12 километрах от центра, и мне никто не докладывает, пока я не спрошу Мой фюрер, возможно, это все-таки дальнобойное орудие Вы говорили о мосте через Одер Чепуха Этот Гиммлер надутый болван Лживый и кловный Противно даже смотреть на них Сегодня фюрер запускает план Клаузенец Хочет превратить Берлин в поле Битвы Он не удержит город Если фюрер останется здесь, он утянет за собой весь рынок Мы должны отговорить его Побеседуйте с Хевелем, это единственный дипломат, который имеет на него влияние Поверьте, это бессмысленно Тогда поговорите с вашей своячницей Почему нет? Вы женаты на сестре Евы Браун Выходит, вы с фюрером родственники Мы должны цепляться за любую возможность Берлин практически окружен русскими Вы еще молоды Скоро станете отцом Неужели вы хотите сгинуть в этом городе? Конечно нет Господа Господа Фюрер Пошевеливайтесь Уезжаем через два часа Что происходит? Пакуем вещи Уезжаем Объявлен Клаузовиц Все правительственные учреждения вывозятся из Берлина Кто будет снабжать провиантом населения и солдат? Не спрашивайте, профессор Это же бред А, профессор Я не допущу эвакуации моих служб Неужели Берлин некому будет снабжать продовольствием? Хороший солдат всегда найдет где прокормиться Конечно И когда начнутся бои, у кого он отберет в виду? У гражданских Я не допущу этого Это приказ фюрера Как начальник службы я подчиняюсь командованию эсэс и Гиммлеру Но как врач я вхожу в состав вермахта А вермахт остается в городе Прошу вас иметь это в виду Профессор может остаться в Берлине Выдайте ему разрешение По машинам! Все ради Германии Хайли, мой фюрер Мой фюрер, я Хайли, мой фюрер Ждут, не дождутся, когда можно будет смотать уточки Ненавижу этих лицемеров В лицо говорят Зигхаль, а за спиной поцелуй меня в за... затылок Мой фюрер Прошу вас покинуть Берлин Пока еще не поздно Поздно Хевель, подойдите сюда Хевель, вы согласны, что мы должны найти способ связаться с союзниками? Заняться политикой? В самом деле Пора заняться политикой Политикой? Не желаю слышать о политике Она меня утомила Вы еще успеете позаниматься политикой после моей смерти Мой фюрер Славно Мой милый Гиммлер Мой верный Генрих Славно Идите Между нами Это оконченный человек Чего еще ждать для человека, который не пьет, не курит, и к тому же вегетарианец Это не смешно, Фигелей, мне придется самому взяться за дело Берлин падет в ближайшие дни Если фюрер умрет, с кем будут вести переговоры союзники? Почему вы так уверены, что они будут вести переговоры? Им нужно нацистское государство и мое эсэс, чтобы навести порядок после войны Я смогу договориться с Эйзенхауэром всего за час Будьте осторожны, это измена Фигелейн, у меня есть заботы поважнее Как мне приветствовать Эйзенхауэра? Отдать нацистский салют или просто пожать руку? Смотрите, кто пожаловал Поздний гость, самый желанный Господа Вы уже уезжаете? Я хотел с вами поговорить Приказ фюрера уничтожить все гражданские учреждения Мне в самом деле пора Навестите меня как-нибудь в Хохенлихине Я перемещаюсь в штаб на север и буду оттуда поддерживать оборону Берлина Да что ты с ним? Что же Шпеер? Бомбардировки нам только на руку Так намного проще очистить бурот от рухляди, чем сносить все поочередно После того, как мы выиграем войну, реставрация не займет много времени Сколько тысяч часов мы провели над этими прекрасными макетами Вы настоящий гений Шпеер Да, да Только мы с вами знаем, что Третий Рейх не может стоять только на заводах и магазинах, небоскребах и отелях Наш Третий Рейх станет сокровищницей культуры и искусств Он переживет тысячелетия Мы видим античные города Акрополь Видим средневековые соборы и понимаем, что люди нуждаются в такой точке опоры Да Шпеер Таким было мое видение Таким оно остается и по сей день Мой фюрер, если вы хотите воплотить эти планы, вам следует покинуть Берлин Ева, скажи же что-нибудь Он фюрер? Он знает, как поступить Пожалуйста, уезжайте из Берлина, русские почти окружили нас Дитя мое, я не могу Я буду, как буддийский священник, катить перед собой обод от колеса Я должен одержать победу в Берлине или пасть вместе с ним Шпеер Что скажете вы? Вы должны быть на сцене, когда упадет занавес Заряжай Заряжай Отвяжись от меня Сколько тебе лет? Двенадцать? А тебе? Четырнадцать? Зачем вы здесь? Захотелось в войнушку поиграть Идите домой, найдите другие игры Кто вы такой? Что вам нужно? Мне нужен мой сын, живым Вы должны гордиться вашим сыном Он подбил два танка, фюрер лично вручит ему награду Вы молоды На каком фронте вы сражались? Я еще не имел чести Вам повезло, что вы до сих пор не побывали в настоящем бою Отправьте детей по домам Мы будем драться до последней капли крови Что именно вы защищаете? Это же ловушка Русские атакуют с двух сторон И отойти будет некуда Мы будем стрелять им в спину Из чего? У нас есть зенитное орудие Русские наступают несколькими армиями с танками и тяжелой артиллерией Вы думаете, что сможете задержать их хотя бы на пять минут? Мы поклялись в этом фюреру Ты что, не понимаешь? Мы проиграли войну! Все кончено! Трус! Уходите отсюда! Сейчас же! Если вы дождетесь здесь русских, вы все умрете Еще раз повторяю, девятая армия должна отступить, иначе она будет уничтожена Девятая армия не отступит Передайте бусы Пусть не сдвинется с места Мой фюрер В этом случае мы теряем девятую армию На севере и на востоке мы обратим советские войска в бегство могучим и не ослабевающим натиском Как нельзя взять на это силы? Дивизия Штейнера ударит север и соединится с девятой армией Девятая армия не сможет продвинуться на север Силы противника в десять раз превосходят наши Пусть их поддержит Венг из двенадцатой армии Двенадцатая армия идет на запад в направлении Эльбы Пусть они развернутся Тогда мы развалим западный фронт Вы не подчиняйтесь моим приказам Кажется я выразился предельно ясно Союзники с запада поймут, что только мы сможем сдержать большевиков Мы – последний заслон на пути азиатских хорд Если мы удержим Берлин еще несколько дней, то сумеем договориться с американцами Монк, вы пришли Мой фюрер Сегодня объявил план Клаузовиц Отныне линия фронта проходит через Берлин Я оборачиваю вам оборону правительственного квартала Мой фюрер, раз уж война пришла в Берлин, мы будем биться до последнего человека Но в городе осталось три миллиона гражданцев Их надлежит эвакуировать Я понимаю ход ваших мыслей, Монке Но мы должны быть хладнокровными Сейчас не время думать о так называемых гражданских Мой фюрер, при всем моем уважении, что станет с женщинами и детьми С тысячами раненых, со стариками На такой войне не бывает гражданских лиц Фюрер утратил всякую связь с реальностью Он предвитает части, которые существуют только на его карте Дивизия Штейнера ослаблена, она едва держит оборону А он хочет, чтобы Штейнер пошел в наступление, это безумие Так скажите ему об этом Он не захочет слушать, вы сами прекрасно знаете Нельзя сидеть сложа руки, вы с ума сошли? Он вышвырнет нас вон, как Рундштетта и Гудериана И что? Мы солдаты Мы пресекали на верность фюреру Это запрещает нам думать своей головой? Кто бы говорил? Оппортунист Беспринципный карьерист Спасибо Простите Мой фюрер, лучший истребитель танков берлинского Гитлер-Юнгенда Я горжусь всеми вами Мой фюрер, этот мальчик в одиночку подбил два русских танка Его зовут Петер Кранц Значит, Петер Если бы мои генералы были такие же отважные, как ты Славно, славно История вас не забудет И когда из этих руин вырастет Великая Германия Вы станете ее героями Приветствую вас Приветствую вас Не знаю, как у тебя, но у меня мурашки по коже Уж лучше бы бомбили Что с нами станет? Вчера он сказал, что поймет, если я уеду Все от него разбегаются, мы не можем просто встать и уйти Не можем этого сделать Я не могу И потом мне просто некуда идти Родители и друзья меня отговаривали служить у нацистов Теперь я приду домой и скажу Вот я и вернулась Как только нас припекло, я сразу поняла, что ошибалась Жизнь должна продолжаться О чем думаете, полковник? Надо идти Куда? Не знаю Куда-то, где мы нужны Все поднимайтесь наверх Мы устроим вечеринку Идем за мной За мной, ребята Хочу, чтобы сегодня все веселились Куда бы ни сунулся враг всюду, он окажется в пустыне Это смертный приговор всему германскому народу Ни электричества, ни газа, ни чистой воды, ни угля, ни транспорта Железные дороги, каналы, порты, суда и паровозы уничтожены Мы отбросим Германию в средние века Вы лишаете народ шансов на выживание Если война проиграна, гибель народа не имеет значения Заботиться о выживании германского народа не наша задача Напротив, лучше его разом уничтожить Он сам доказал собственную слабость и теперь по законам природы должен погибнуть Это наш народ Вы их фюрер В борьбе уцеляют только ничтожества Наши лучшие люди уже пали Что же вы стоите? Все должны танцевать Разрешите? С удовольствием С удовольствием Прошу прощения Да, конечно В чем дело? Мы должны покинуть Берлин, Ева Убеди его Или поезжай со мной Ева Ева Ты умрешь Неужели нельзя завести музыку? Я хочу танцевать Танцевать Будут ли особые пожелания? Да, свинг Трудель Трудель Это все так нереально Будто во сне Хочешь проснуться, но никак не получается Сон продолжается и продолжается Герда, мне плохо Очень плохо Уха Ааааах Ааах Аааах Аааа Ааах Заход promise Троддель, пойдем! Пойдем! Идем! Я не передвигал! Я не передвигал! Повторяю, я не передвигал свой командный пункт! Как это на запад? Я нахожусь в километре от противника! Генерал! Что им нужно? Меня хотят расстрелять. За что? За то, что я якобы передвинул свой командный пункт на запад подальше от линии огня. Дельная мысль. Идите за мной! Шэнк! Монке! Я в пунктере под новой канцелярией. Фюрер поручил мне оборону правительственного квартала. Требуется ваша помощь. Это не так просто. Все эвакуированы. Остались только я и мой адъютант. Но вы врач? Я, терапевт. Найдите транспорт и привезите нам морфин, пенициллин и все средства первой помощи, которые сможете разыскать. Сделаю, что смогу. Спасибо! Только поторопитесь! Сделаю, что смогу. 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 Я к фюреру. По какому делу? Меня должны расстрелять. Подождите. Сдайте оружие. Не здесь. Второй пост. Вас понял. Генерал. Вы останьтесь. Хайл Гитлер. Хайл Гитлер. Что происходит? По какой причине меня расстреливают? Вам известно, что фюрер запретил всем частям отходить на запад. Офицеры, нарушившие приказ, должны быть арестованы и расстреляны на месте. Что это значит? Мои части несколько дней ведут жестокие бои. Мой командный пункт находится всего в километре от линии фронта. Продолжайте. Видите это? Я запрещаю говорить со мной таким тоном. Теперь сделайте то, что вам положено. Думаю, вы лично должны пересказать это фюреру. Следуйте за мной. Дальше не положено. Я прибыл по приказу бригадного фюрера Монко. Нам надо забрать медикаменты из военного госпиталя. Там пусто, все разбежались. А как же раненые? Мое какое дело? Пойду взгляну. Полковник, ждите меня здесь. Только вы уж поосторожней, там повсюду русские. Видите? Здесь кончается рейх. Дальше земля Иванов. А ну-ка дай. Вот ведь упрямый осел. Но почему он не отправил меня? Тихо-мак дали. Дальше. Алло? Меня ждут войска. Вы уверены, что фюрер хочет меня принять? Эти. Приказ фюрера. Вы произвели на фюрера впечатление. Вы ведь не верите, что Штейнер перейдет в наступление? Я сомневаюсь, что часть Штейнера готова атаковать. Но зачем я говорю? Это вам. Вам известно больше, чем мне. Если Штейнер не перейдет в наступление, Берлин — конец. Поздравляю. Ваш доклад впечатлил фюрера. Он назначает вас командующим обороны Берлина. Я бы предпочел, чтобы меня расстреляли. Сиди, пацан. Не дергайся. Пусть подойдут поближе. Дуй! Сиди, пацан! Сиди! Сиди! Девушки, прошу вас с дороги. Это бьют немецкие пушки? Боюсь, что нет. Но ведь Штейнер уже должен был начать наступление. Вам надо бежать. Времени осталось мало. Но фюрер верит, что наступление Штейнера поправит наше положение. Я слышала, он сам говорил, Штейнер перевернет весь ход сражения. Все советники фюрера знают, что он живет фантазией. Не удивлюсь, если окажется, что он и сам это понимает. Если так, то зачем он притворяется перед нами? Разве ему есть что терять? Не верю ни одному слову. Противник прорвал оборону на широком участке фронта. На юге он занял Сосен и продвигается к Штансдорфу. На северных подступах русский находится между Франау и Панковым. На востоке они дошли до Лихтенберга, Малсдорфа и Карлсхорста. Наступление Штейнера восстановит порядок. Малсюр. Штейнер. Штейнеру не хватит сил для удара. Он не способен начать наступление. Пусть останутся Кейтель, Йодль, Крэпс и Бургдорф. Это был приказ! Наступление Штейнера было приказом! Чем бы себя возомнили? Осмелились нарушить мои приказы? Вот значит до чего дошло. Генералы мне лгут! Все вокруг мне лгут, и даже СС! Все наши генералы кучка презренных и трусливых предателей! Малфюрер, эти люди проливают в рот за вас! Трусы! Предатели! Ничтожество! Малфюрер, ваши слова чудовищны! Генералы, это отбросы нации! У них нет чести! Только зовутся генералами! Годами трут задницу в военных академиях, где их учат, как держать нож и вилку! Долгие годы генералы строили мне козни! Они всегда были только помехой на моем пути! Надо было давно перебить весь офицерский состав, как это сделал Сталин! Вы Сталин! Я не учился в академии, но я сам в одиночку завоевал всю Европу! Предатели! Предатели! Я с самого начала был окружен предателями! Какое чудовищное предательство перед лицом германского народа! Но предатели ответят! Собственной кровью ответят! Они еще захлебнутся в собственной крови! Герда, пожалуйста, не надо! Мои приказы были отданы в пустоту! В таких условиях невозможно командовать! Все кончено! Война проиграна! Но вот что, господа! Если вы думаете, что я собираюсь сбежать из Берлина, вы крупно заблуждаетесь! Я лучше вышиб у себя мозги! Поступайте, как знаете! Фюрер не имел в виду, что непременно застрелится! Фрау Юнге и фрау Кристиан! Собирайтесь! Самолет улетает через час! Он увезет вас на юг! Все кончено! Положение безнадежно! Ты же знаешь, что я останусь с тобой! Не вздумай меня прогонять! Мой фюрер, я тоже останусь! Мой фюрер, я тоже останусь! Что теперь? Пора прекращать этот спектакль! Неужели вы хотите сдаться? Это немыслимо! Фюрер ясно сказал, капитуляции не будет! В ноябре 18-го не повторится никогда! Вы все слышали, он больше не команде в Вьетнаме! Он сам сказал, поступайте как знаете! Какая разница, что он сказал? Фюрер это фюрер! Ему нужно время, чтобы взять себя в руки! Прекрасно! Что же будет потом? Мы не сможем капитулировать! Фюрер не одобрит это решение! Мы клялись ему в верности! Пустые слова! Надо что-то предпринять, пока еще не слишком поздно! Ты дрожишь за собственную шкуру! Оставь этот тон! Черт подери! Живьем нам отсюда не выбраться! Все окончено! Подожди, еще немного! Фюрер совсем потерял голову! А если он убьет тебя, что будет с нами? Гюнши сказал, что есть туннель, который проходит под русскими и ведет к американцам! Зачем ты сказала, что останешься с ним? Не знаю! Честное слово! Вроде затихло! Пойдемте, подышим воздухом! Пойдемте! Пойдемте! Трудель, взгляни! Эх, девочки, мне тоже захотелось выкурить сигаретку. Возвращаемся вниз. Эдзар! Эдзар! Поличка на фон! Эдзар! 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 Это еще кто такие? Ополченцы! Последний призыв объявлен сегодня! Скажи им, пусть убираются с линии огня! Оболчение подчиняется напрямую доктору Геббельсу Немедленно убери их оттуда Под мою ответственность Немедленно Кажется, это не та дорога Чудесно Стой, погаси фары Стоять Не двигаться Слава Богу, немцы Помогите, они хотят нас убить Что здесь творится? Это военная полиция Бред какой-то Прекратить Немедленно прекратить Отпустить этих людей Что здесь происходит? Не ваше дело Это дезертиры укрывались в своих домах Они подлежат расстрелу, как прочие предатели Но это старики Гражданские лица Вы не имеете права Неужели? И кто же меня остановит? Вы? Стоп! Ну-ка, хватит Уходим Ну-ка, хватит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Пусть каждый возьмет по одной. Ночное белье не обязательно, им оно не пригодится. Господин министр, Добавил DimaTorzok Чем могу вам помочь? Русские расстреливают ваших ополченцев, как мишени в тире. Людям не хватает опыта и оружия. Эту нехватку им восполняет пламенная вера в нашу окончательную победу. Если вы не вооружите наших людей, они не смогут сражаться. Тогда они напрасно умрут. Нисколько им не сочувствую. Повторяю, я нисколько им не сочувствую. Народ сам выбрал свою судьбу. Для кого-то это может стать открытием. Но вам не стоит себя обманывать. Мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Они сами доверили нам власть. А теперь летят, летят их бестолковые головы. Да? Ева. Алло? Ева, ты должна бросить фюрера. Герман? Не глупи. Это вопрос жизни и смерти. Как ты можешь говорить такое? Где ты? Я решил, что не собираюсь сдохнуть в Берлине. Герман, моя сестра знает, где ты. Я тебе перезвоню. Сюда, дети. Ваша комната справа. Подождите меня. Здравствуйте, фрау Гибберс. Рада вас видеть, фрау Юнге. Ну-ка, встаньте все в ряд. Иди сюда, Хельга. Встаньте в ряд. Сейчас мы наденем наши самые красивые наряды и пойдем поздороваемся с дядей Гитлером. Да, да! Помните нашу песенку? Да. Нам весело живется в краю своем родном, и до захода солнца мы пляшем и поем. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОР Если ищешь верный способ, лучше всего выстрелить в рот. Череп разлетится на куски. И... Ты даже ничего не заметишь. Мгновенная смерть. Я хочу после смерти выглядеть красиво. Я приму яд. Но если уж у меня уготована героическая смерть, я не хочу чувствовать боли. Это надежное средство. Парализует нервную и дыхательную системы. Смерть наступает в несколько секунд. Можно мне тоже взять? И мне. Слава Богу, Гиммлер оставил приличный запас. Спасибо. Мне так жаль, что я не могу подарить вам ничего приятнее. Берлин, 23 апреля 1945 года. Любимая сестричка, мне очень жаль, что приходится писать тебе такие слова. Но ничего уже не поделаешь. Все может кончиться в любую минуту. Тебе следует знать, что Германа с нами нет. Но я верю, ты с ним еще встретишься. Наверняка в Баварии какое-то время продолжится борьба. Фюрер потерял последнюю надежду на счастливый исход. Любимый сын, не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Возможно, кто-то на словах передаст тебе мой последний привет. Я осталась с папой, вопреки его воле. В воскресенье фюрер хотел помочь мне уехать. Ты хорошо знаешь свою мать. В нас течет одна кровь. Я ни секунды не колебалась. Наша великая идея умерла, а с нею в мире умерло все прекрасное, благородное, доброе и достойное восхищение. Мир без фюрера и национал-социализма не достоин того, чтобы жить в нем. Поэтому со мной мои дети. Они слишком прекрасны для той судьбы, которая их ждет. Всемилостивый Господь простит меня за то, что я уготовила им спасение. На мне будет золотой браслет с зеленым камнем до самого конца. Потом его снимут с меня, и носить его будешь ты, так же, как раньше всегда носила я. Свои часики с бриллиантами, к несчастью, я отправила ювелиру. Адрес написан внизу. Если повезет, сможешь получить их обратно. Я хочу, чтобы они достались тебе. Тебе также достанется бриллиантовый браслет и кулон с топазом. Подарок фюреру на мой день рождения. Прилагаю счет от фирмы Хайзе. Я не успела его платить. Тебе могут прийти и другие счета, но не больше, чем на полторы тысячи рейхсмарок. Пожалуйста, сожги всю частную и деловую переписку с фюрером. Высылаю тебе еды и сигарет. Передай Линднерам и Каргелам немного кофе. Сигареты я посылаю для Манди, табак для папы, шоколад для мамочки. Вот и все, что я хочу сказать. Этого достаточно. От всего сердца желаю тебе удачи, любимая сестренка. И помни, вы с Германом обязательно увидитесь. Целую твоя сестра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инги! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте, Кейтель, я хочу, чтобы вы уехали этой ночью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляйтесь к Денису, помогите ему с организацией. Необходимо сдвинуть дело с мёртвой точки. Не понимаю. У нас не осталось нефтяных месторождений. Это катастрофа. Невозможно обеспечивать крупные операции. Как только я разберусь с нашим положением, первым делом вы должны вернуть себе нефть. Есть ещё вопросы? Никак нет, мой фюрер. Вот и слава. Удачной поездки. КОНЕЦ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ! Махта! 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 Мой фюрер, учитывая ваше желание оставаться в Берлине, могу ли я рассчитывать на ваше одобрение того, что мне в качестве вице-канцлера взять на себя руководство Рейхом? Если к 22 часам ответ не будет получен, это убедит меня в том, что вы лишены возможности принимать решения. Я буду действовать в интересах нашей страны и нашего народа. Это измена Родине и вам. Позиция Геринга не лишена смысла. Если система коммуникации будет разрушена, что может случиться в любую минуту, мы окажемся отрезаны от всего мира. В этом случае мы не сможем руководить ситуацией. Я смотрю на это по-другому. Геринг хочет захватить власть. Я никогда не доверял банде, который он собрал в Оберзальцбергере. Это пахнет путчем. Предатель! Дармояд, выскочка! Ленивый толстяк! Я не способен принимать решения! Да как он смеет! Завтра он объявит меня мертвым! Добрый вечер, фрау Юнге. Как вы добрались до Берлина? Это было непросто. Мне надо увидеться с фюрером. На вашем месте я бы не торопился. Воздушный флот! Во что он его превратил? Еще одна причина его повесить! Этот морфинист всю страну втянул в коррупцию! А теперь еще и это! Он предал меня! Меня! Предал! Меня! Я хочу, чтобы Геринг был лишен всех полномочий и отстранен от должности. Если я не доживу до конца войны, этот человек должен быть казнен! Есть хоть какая-нибудь надежда? Уезжайте, пока не поздно. Фюрер хочет остаться. Нельзя бросать его одного! Перед тем, что его ожидает, фюреру не нужна компания. И ваша в последнюю очередь. Но Геббельс остается вместе с женой и детьми. Ого! Но как же дети? Мне-то казалось... Мне казалось, есть какой-то выход. Альберт! Войдите! Альберт! Здравствуй! Температура? Альберт! Сердце не выдерживает. Почему бы тебе не взять детей и не уехать отсюда? Куда? Я уже говорил. Я могу отправить баржу в Шваненвердер. Там можно пересидеть, пока все не закончится. Ждать придется недолго. Я много думала об этом. Я не хочу, чтобы мои дети росли в мире без национал-социализма. Подумай еще, Магда. Дети имеют право на будущее. Если идея национал-социализма умрет, у них нет будущего. Не верю, что ты действительно этого хочешь. Иди! Войдите! Я знала, что вы придете. Вы не из тех, кто может бросить фюрера. Я пришел попрощаться. Сегодня я возвращаюсь в Гамбург. Ну, конечно. Садитесь. Видите, я доставила сюда мебель, которую вы разработали для меня. Не могу с ней расстаться. Пожалуйста, не стесняйтесь. Готовы поспорить, вы с утра ничего не ели? Вы совершенно правы. Спасибо. Очень хорошо, что вы пришли. Это докажет ему, что вы на его стороне. Неужели он сомневается? Он спрашивал, не имеете ли вы что-нибудь против него. Но я убеждала его, что вы придете. И вот теперь вы здесь. Ему понравился ваш совет остаться в Берлине. И мне этот выбор кажется правильным. Знаете что? Может, это безумие. Но я счастлива, что осталось. И я не боюсь. Да. Да. Вот как. Вы пришли. Мой фюрер. Славно. Давайте присядем. У меня были такие большие планы для немцев и для всего мира. Никто не понимал меня. Даже самые старые соратники. Сколько возможностей у нас было. Мир лежал у наших ног. Слишком поздно. Чем я горжусь, так это тем, что открыто выступил против евреев. Я очистил немецкие земли от еврейского яда. Мне нелегко уходить. Только это последняя минута. А за ней вечный покой. Пощадите немецкий народ, мой фюрер. Если мой народ не выдержит это испытание, я не пролью. По нему ни единой слезы. Они не заслуживают иной судьбы. Им некого винить, кроме самих себя. Уже много месяцев. Я должен признаться, мой фюрер. Много месяцев я не выполняю ваших приказов по уничтожению инфраструктуры. Есть документы, которые доказывают, что я не только не выполнял их, но и действовал им вопреки. Я должен был это сказать. Однако моя преданность лично вам всегда оставалась неизменна. Значит, уходите. Славно. До свидания. Прошу вас, господа, перекусите. Прошу вас, господа, перекусите. Прошу вас, господа. Прошу вас, господа. Эйджа. Петер. Все хорошо, мой мальчик. Все хорошо. У него жар. Однако он жив. Отвага и верность еще живут в этом мире. Кавалер фон Грейм, фройлен Райч, я очень рад, что вы добрались с невредимой, более или менее. Сидите. Мы попали под сильный обстрел, но смогли посадить самолет в Гатове. Все дороги перекрыты, поэтому мы снова сели на самолет и пролетели над русскими позициями. Мы приземлились в нескольких сотнях метров отсюда. Перед самой посадкой нас накрыла русская артиллерия. Генерал фон Грейм, назначаю вас командующим воздушным флотом в звании генерал фельдмаршал. На ваши плечи ложится большая ответственность. Вы должны перетряхнуть ряды Люфтваффе. Много ошибок было сделано до вас. Будьте беспощадны. Жизнь не прощает слабости. Так называемая человечность – поповская болтовня. Самый страшный грех – это жалость к слабому. Этим мы предаем природу. Сильный победит, только если уничтожить слабого. Я всегда соблюдал этот природный закон и никогда не позволял себе испытывать жалость. Я жестоко подавлял внутреннюю оппозицию и сопротивление других народов. Только так можно с ними управиться. Только так. Взять, например, обезьян. Они насмерть растапливают чужаков. Что хорошо для обезьян, то еще лучше для людей. Гиммлер в Любике предложил капитуляцию западным войскам через графа Бернадотта. Так сообщает британское радио. Гиммлер. Из них всех именно Гиммлер! Вернейший из верных. Подлейший из предателей! Геринг, да. Он всегда был продажной дрянью. Шпеер, да. Идеалист, творческая натура. Все остальные, да, 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 да. Только не Гиммлер. Он что, сошел с ума? Он просил власти! Говорил, что я болен! И даже, возможно, мертв! Пожалуйста, оставьте меня наедине с генералом фон Греймом и фройлен Райч. И вызовите Фегелейна! Мой фюрер, мы не знаем, где он. Но он адъютант Гиммлера. Он должен быть здесь. Мы уже несколько дней его не видели. Он нужен мне немедленно с полным отсчетом! Останьтесь, доктор. Вам с Греймом необходимо уехать. Отправляйтесь к Деницу. Пусть сделает все, что в его силах, чтобы Гиммлера настигла возмездие. Мой фюрер, мы приняли решение умереть вместе с вами. Благодарю вас за преданность. Но умереть должен Гиммлер. Он предал меня! Я правильно сделал, что не посвятил его в свои планы. Мой фюрер? Думаете, я буду стоять и смотреть, как еврейские свиньи готовят мне западню? Все это часть моего плана. Я позволил врагу проникнуть в сердце Рейха. Теперь они ослеплены своей победой. Но вы увидите, Грейм. Видите? Их ждет безрадостное пробуждение. Дениц собирает войска на севере. Кессерлинг на юге. Мы зажмем противников в тиски. У меня есть три армии под Прагой, они ударят с тыла. Я не подозревал, что у нас осталось так много войск. Я устроил так, что в самом скором времени у вас будут тысячи реактивных самолетов. И вы сможете вернуть воздушному флоту пылую мощь. Я преклоняю колени перед вашим гением и готова принести себя на алтарь нашей Родины. Хайль, мой фюрер. Вы просили разрешение покинуть Берлин? Мой фюрер, как вы знаете, все медицинские подразделения по приказу Гиммлера вывезены из города. Гиммлер, предатель. Он понесет заслуженное наказание. Мой фюрер, как штатный врач СС, я не имею права находиться в городе. Ваши просьбы покинуть Берлин абсолютно неправомерно. Но у меня есть семья. Если русские найдут меня, мне необходимо уехать. Вы не сделали ничего плохого. Будущие поколения будут благодарны вам за ваше исследование в области медицины. Я беру всю ответственность на себя. Давайте обсудим это позже. Мы не можем найти группенфюрера Фегелейна. В бункере его нет. Как это не можете найти? Значит, ищите лучше! Я хочу его видеть немедленно! Если он сбежал, он дезертир. Предатель! Приведите мне Фегелейна! 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 Папа, почему ты надел барадную форму? Эрнст, что-то не так? Нет. Спасибо. Бригитта тоже хочет кушать. Ильза, ты тоже поешь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Группенфюрер, вы арестованы. Что? За дезертирство. Одевайтесь и следуйте за нами. Вставайте. Да пошли вы все к ядрене матери! Прошу тебя, не убивай Германа. Он хотел сбежать. Это несомненно. Ну и что? Так или иначе все кончено. Подумай о моей бедной сестре. Она ждет от него ребенка. Пожалей ее. Он был заодно с Гиммлером. Он предатель. Предатели не заслуживают жалости. Предатели не заслуживают пощады. Он пойдет под трибунал и будет расстрелян. Какая в этом польза? Я так хочу! Ты фюрер. Прошу. Мой фюрер, русские наступают со всех направлений. У нас не осталось резервов. Мы лишились поддержки с воздуха. Нет возможности доставлять боеприпасы. На севере русские достигли моста Вайдендаммер. На востоке – Люстгартена. На юге – Подздамской площади. На западе – Тиргартена. Это 300-400 метров от Рейхсканцелярии. Сколько сможете продержаться? Не более двух суток. Тоже и правительственный квартал? Так точно. Мой фюрер, как солдат я полагаю, что мы должны прорваться через окружение. В битве за Берлин мы потеряли 15-20 тысяч лучших молодых офицеров. Да то и нужна молодежь. Ваше предложение абсурдно и нелепо. Подумайте о тысячах раненых. Находясь здесь, мы не сможем им помочь. Приказ уже готов. Даю вам слово офицера, что фюрер не может скрыться из истории позорным бегством. Даже если прорыв удастся, из одной ловушки я попаду в другую. Мне придется ночевать под открытым небом, где-нибудь в Хлеву и ждать, когда за мною явятся. Вэнк на подходе с 12-й армией. Он объединится с 9-й, нанесет русским сокрушительный удар, и мы будем спасены. Вэнк очень достойный человек. Телеграфируйте Кейтелю. Немедленно сообщите. Первое. Где части Вэнка? Второе. Когда они готовы атаковать? Третье. Где 9-я армия? Четвертое. В каком месте она совершит прорыв? Скоро вы убедитесь в моей правоте. Вэнк придет. Вэнк придет. Вэнк придет. Маловероятно, что с такими малыми силами он сможет ударить по-русски. Как вы смеете так говорить? Вэнку нечего выставить против Красной Армии. Почему вы не скажете об этом фюреру? Думаете, фюрер сам не знает об этом? Но он не капитулирует никогда. А значит, и мы тоже. Я попробовал один раз, мне хватило. Пойдемте, надо убираться отсюда. Стоять. А я не смогу убираться. Как вы сделаете мастерство? Хайль гипер! Продолжение следует... Простите, я задремала. Отдохнули немного, дитя мое. Возьмите блок для стенографии. Мое политическое завещание. С тех пор, как я сыграл свою скромную роль в навязанной Рейху Первой мировой войне, прошло уже 30 лет. Все эти три десятилетия моими мыслями, поступками и всей моей жизнью руководили любовь и верность германскому народу. Наверху был сильный обстрел. Ничего, присядьте. Пройдут столетия. На развалинах наших городов вновь вспыхнет ненависть к тем, кто повинен во всех наших бедах. К международному еврейству и его клевретам. Боже, господин министр, что с вами? Представьте себе, фрау Юнге, фюрер просит меня покинуть Берлин. Он отдал мне приказ. Я ни разу не нарушил ни один его приказ, но на этот раз. На этот раз я не подчинюсь. Я останусь с фюрером до конца. Прошу вас. Я должен продиктовать свое завещание. Но я уже печатаю завещание фюрера. Понимаю. Я за любовью. Мой фюрер, расовые законы обязывают меня спросить, являетесь ли вы чистокровным арийцем по происхождению. Да. Можно попросить ваши документы? Вы говорите с фюрером. Прошу прощения. А вы, фролин Браун, являетесь ли вы чистокровной арийкой? В таком случае не вижу законных препятствий. Согласны ли вы, мой фюрер, Адольф Гитлер, взять в жены Еву Браун? Да. Согласны ли вы, Ева Браун, взять в мужья фюрера Адольфа Гитлера? Объявляю вас мужем и женой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Двух человек ко мне! Вас хочет видеть фюрер. Такой час? Сколько еще вы продержитесь? Не более 20 часов. Русские в нескольких сотнях метров отсюда. Пока нам удается их сдерживать. Знаете, Монке, западные демократии в упадке. Их сметут эти дрессированные народы Востока. Ступайте. И благодарю вас. Мы сражались не только ради Германии. Ответ Кейтеля. Первое. Венг застрял южнее озера Ашвилов. Второе. Двенадцатая армия не может продолжать движение к Берлину. Третье. Ядро девятой армии находится в окружении. Мой фюрер, нам нужны инструкции на случай, если кончатся боеприпасы. Капитуляции не будет никогда. Я запрещаю вам сдаваться. Это приказ для всех командиров. Слушайте внимательно, Гюнши. Я и фройлен Брау, моя жена, мы покончим с собой. Но я не хочу, чтобы русские выставили мое чучело в музее. Не дайте мне попасть в их руки ни живым, ни мертвым. Мое тело должно быть сожжено так, чтобы невозможно было опознать его. Обещайте, что сделаете все необходимое для ликвидации моих останков. Обещайте. Мой фюрер, это ужасный приказ, но я его выполню. Мой фюрер, это ужасный приказ. Кемпка. Эрих, мне нужно 200 литров горючки. Ты спятил? Где я тебе возьму столько? Слей из машин в гараже. На них уже никто не уедет. Зачем тебе столько бензина? Это не телефонный разговор. Вставайте. Нас хочет видеть фюрер. Мне извинится перед ним, калибер. Это пневмоторакс. Мне в любом случае осталось недолго. Моторакс? Моторакс? Книфа, пацан. Простите, фрау. Профессор, проходите. Подождите немного здесь. Прошу прощения. Простите, фрау. Простите, фрау. Простите, фрау. Простите, фрау. Простите. Простите в нас веру в победу. Ведите нас. Мы последуем за вами повсюду. Пойдемте. Выпейте с нами. Простите. Давайте присядем. Выпейте с нами. Нам ничего уже не осталось. Только пить. Наше положение безнадежно. Можно к вам? Большая честь для нас, фройлен. Фрау. Можете звать меня фрау Гитлер. Теперь это легально. Жаль, мы не можем выйти наружу. Только если ищем геройской смерти. Фриц, держите себя в руках. Слушаюсь. Есть держать себя в руках. Ложись! Близко легло. Хайль Гитлер! Оберштумбарнфюрер, зачем вы здесь? У меня сообщение для фюрера. Это подождет. Присаживайтесь. Наливайте. Выпивайте. Позвольте представить вам фрау Гитлер. Такой молодой, так много медалей. Вы, должно быть, собой гордитесь. Мне надо идти. Я не привык так много пить. Можете воспользоваться нашим туалетом. Если рука дрогнет, пуля может лишь повредить зрительный нерв. Поэтому рекомендуется принять и яд для верности. Спустите курок в тот момент, когда раскусите капсулу. У меня хватит времени. Яд подействует через одну-две секунды. Торнов. И вы. Я давным, не вовремя. Эти секунды. Хвис. Да. Ум. Ум. Я знакома с ним, с моим мужем, больше пятнадцати лет. И все же, если задуматься, я ничего о нем не знаю. Ну, кроме того, что он любит поболтать. Я многого ожидала от переезда в Берлин, но он не тот, что прежде. Говорит только о собаках и вегетарианской пище. Я ненавижу Блонди. Иногда я пихаю ее тайком под зад, а Адольф удивляется, почему она себя так странно ведет. Может, он не хочет, чтобы кто-то заглядывал ему в душу? Я имею в виду глубоко. Иногда он может быть таким добрым, А потом вдруг говорит такие страшные вещи, когда снова становится фюрером. Давай-ка покурим. Раухайте еще одну. Простите. У вас так много забот, а я сижу тут и хнычу. Фрау Юнге, примите от меня прощальный дар. Вот это пальто. Люблю, когда женщина хорошо одета. Носите его, и пусть оно приносит вам радость. Такая неожиданность. Спасибо. Не представляю, где и когда я смогу его надеть. Постарайтесь выбраться отсюда живой. Обещайте мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Было очень вкусно, фройлен Марсиали. Время пришло. Конец всему. Субтитры создавал DimaTorzok Идите, фюрер хочет попрощаться. Субтитры создавал DimaTorzok Вы самая отважная мать во всем Рейхе. Мой фюрер, вы сделали меня счастливейшей из немок. Передайте привет моей любимой Баварии. Дети, что вы здесь делаете? Мы хотели подойти к тете Еве и дяде Гитлеру. Вы что-нибудь сегодня ели? Нет, только завтрак. Вы сидите здесь. Я найду для вас еды. Хорошо? Хорошо. Слыхали последнюю шутку сверху? Берлин — это город бывших домов. Здесь был дом, и тут был дом. Гюнши, мне необходимо поговорить с фюрером. Пожалуйста. Фюрер не хочет, чтобы его беспокоили. Прошу вас всего одну минуту. Пожалуйста. Пожалуйста. Мой фюрер, к вам фрау Геббельс. Что еще? Мой фюрер, умоляю вас, покиньте Берлин. Не бросайте нас, мой фюрер. Что же с нами будет? Не бросайте нас. Завтра миллионы людей будут меня проклинать. Но судьбу уже не изменишь. Вставайте, прошу вас, уходите. Прошу вас. Уходите. Тетя Тродель, а мне смешно, когда там бумкает. Почему? С нами ведь ничего не может случиться. Конечно. Яблочко! Господин Рейхсляйтер, свершилось. Фюрер скончался. Господин Рейхсляйтер, свершилось. 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 Вы совсем рехнулись? Книстры с бензином под таким обстрелом? Эрих, помолчите. Назад! Быстрее! Быстрее! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отпустите ее! Порядок! Порядок! Мы тут наведем порядок! Мы наведем! Беги, дедушка, беги! Взять тех двоих! Сюда! Мы знаем проход через развалины! Скорее! Давайте! Я помогал красным зверям. Я сотрудничал с большевиками. Надеюсь, русские получили нашу депешу? Скоро узнаем. А может, и не успеем. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Хитлер и его жена покончили с собой. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира. Между нашими государствами, помялшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили в основной мир в подобной ситуации? На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы. Капитуляция? Никогда! Когда-то я вырвал Берлин из рук красных, и я буду драться с красной заразой до последнего вздоха. Я не собираюсь тратить свои последние часы в должности рекс-канцлера, подписывая бумажки о капитуляции. Мы щадить мирных жителей. Приказ фюрера не обсуждается. Вы потеряли разум, надо вести переговоры. Повторяю, господа. Я не соглашусь на капитуляцию. Телеграмма от маршала Жукова. От Жукова? Что там? Нам предлагают сдать город русским. Я пристрелю вас. Фюрер запретил сдавать город. Сколько продлится действие? Около четырех часов. Сколько продлится действие? Около четырех часов. Однажды четыре поросенка увидели в лесу человека, который ехал верхом на лошади и вез за собой дом на колесах. Они следили за ним из окон и заперли дверь на засов. Дети. Доктор Штумфеггер принес лекарство, о котором я вам говорила. Оно горькое, но очень полезное. К каждому по глотку. Ну-ка, кто первый? Хайде, ты у нас самая смелая. Глотай как следует. Неправда, вовсе не так противно. Умница. Хельмут. Хорошие дети. Мы не дадим вам заболеть в этом сыром бункере. Здесь совсем не сыро. Вот так. Молодец. Хельга. Я не хочу. Ты что, хочешь заболеть? Пожалуйста, мама. Я не хочу. Плакать бесполезно. Ты должна выпить лекарство, Хельга. Хельга. Давай, открой рот. Открой, Хельга. Хельга. Открой рот, кому сказала. Давай. Папа. Папа. Глотай. Сладкий снов, дети. Однажды пелена лжи спадет, и свет пробьется сквозь тьму Прочтите фразу сначала Однажды пелена лжи спадет, и свет пробьется сквозь тьму Начнем заново Когда-нибудь пелена лжи спадет, и снова восторжествует истина В этот момент мы вознесемся ввысь, чистые и непорочные ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь каждый сам за себя DimaTorzok 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 Нанесите воды. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы мне больше не нужны. Ставки сделаны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доктор, пора. Мы уходим. Вы видите, сколько у нас дел. Я настаиваю, вы должны идти с нами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Идите. Вы сделали очень много. Спасибо. Шедлер, вставай. Простите, но я никуда не пойду. Не отставать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устали? Да. Скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядовой Крюгер. За оборону Волчьего моста награждается железным крестом второй степени. Ефрейтор Вагнер уничтожил две пулемётные точки противника. Награждается железным крестом второй степени. Ефрейтор Раух помог парламентёрам пересечь линию огня. Награждается железным крестом второй степени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мюллер, назад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходим! Стой! Кто идет? Немец. Господин Хевель! Слава Богу! Вы живы. А где остальные? Где они? Не знаю, фрау Юнге. Должно быть где-то. Большинство из моей группы мертвы. Зачем я ушел из бункера? Надо было застрелиться прямо там. Но я не смог. Поешьте. Умереть мы всегда успеем. БОДРАНСКОМЕР 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 Внимание! Останьтесь с дамами. Пойдемте. Русские взяли нас в окружение. Что будем делать? Попробуйте пройти через кольцо. Я дальше не пойду. Подумайте как следует. Русским нужны только мы. Вы женщины, у вас есть шанс. Попробуйте. Удачи. Когда будете проходить мимо русских, избегайте смотреть ему в глаза. Помните об этом. Всего хорошего. Русские! Пойдем, Герда. Иди. Я не могу. Пожалуйста. Попытаюсь. Я попытаюсь. Не сердись на меня. Я как-нибудь выкручусь. господин доктор. Господин доктор. Мои товарищи хотят сдаться. Можно мне присоединиться к вам? Фюрер мертв. Желаете воевать в одиночку? Я связан присягой. Тогда вам лучше спросить у бригады фюрера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Русские вышли на площадь. И сопротивления нет. Ни единого выстрела. Через час они будут здесь. Как поступим? Честь не позволяет нам сдаться. Можно спросить, что это означает? Когда придут русские, мы будем драться до последнего патрона. А последний патрон каждый оставит для себя. Чушь собачья. Неужели единственный выход это перебить друг друга ради престижа? Мы офицеры СС. Толк не велит нам пережить фюрера. Кто такого же мнения? Ну, пошел. Иди, иди давай. Быстрее, быстрее. Стоять. Да, подали. Перестарядок. Приходите. 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 Посидите со мной минутку. С удовольствием. Почему вы цепляетесь за жизнь? А вам? Почему не терпится умереть? Видите это? Ее дал мне фюрер. Последняя награда? Возможно. Мне пришлось поклясться, что я покончу с собой, как только попаду в руки русских. Гитлер взял с воскляту покончить с собой? Но зачем? Возможно, он не хотел, чтобы я плохо отзывался о нем. На допросах. Но вы дипломат. Вы под защитой международных законов. Что толку в том, что вы сдержите обещаниями? Они здесь! Не стреляйте, друзья! Капитуляция подписана. Война окончена. Это конец. Владели! Да! Капитуляции КОНЕЦ КОНЕЦ Акт о капитуляции был подписан 7 мая 1945 года. Все военные действия были прекращены в полночь 8 мая. Война унесла более 50 миллионов жизней. 6 миллионов евреев погибли в немецких концлагерях. Герда Кристиан. Сумела избежать тюрьмы. Умерла 14 апреля 1997 в Дюссельдорфе. Профессор Эрнст Гюнтершенк. Пробыл в советском плену до 1953 года. Умер 21 декабря 1998 в Аахене. Генерал Вильгель Монке. Пробыл в советском плену до 1955 года. Умер 6 августа 2001 в местечке Тамп, близ Эккернфорде. Генерал Гельмут Вейдлинг. Умер в советском плену в 1955 году. Профессор Вернер Хаазе. Арестован советскими войсками в лазарете бункера. Умер в плену в 1945. Отто Гюнши. Взят в плен советскими войсками до мая 1956 содержался в тюрьме в городе Бауцинг, ГДР. Умер в 2003 году в Ломаре, близ Бона. Ханна Райч. Пережила войну и установила не один рекорд в авиации. Умерла 28 августа 1979 года. Кавалер Роберт фон Грейм. Покончил с собой 24 мая 1945 года в Зальцбурге. Хайнс Линги и Йоханнес Хенчель попали в советский плен. Линги отпущен в 1955, умер в 1980 в Бремене. Хенчель отпущен в 1949, умер в Ахерне 27 апреля 1982 года. Констанция Монсарли пропала без вести в Берлине. Альберт Шпеер. На Нюрнбергском процессе приговорен к 20 годам тюремного заключения. Вышел из тюрьмы в 1966 году. Умер в 1981 в Лондоне. Генералы Кейтель и Йодль. На Нюрнбергском процессе приговорены к смертной казни через повешение. Герман Геринг. Был приговорен к смертной казни. Покончил с собой незадолго перед казнью. Генрих Гиммлер. Пытался бежать по поддельным документам. Будучи разоблачен и арестован, покончил с собой. Мартин Борман и доктор Людвиг Штумпфекер покончили с собой 2 мая 1945 у железнодорожной станции Лерта. Рохус Миш. Освобожден из советского плена в 1955 году. В настоящее время живет в Берлине. Тродель Юнге. Оправдана западными союзниками как молодой последователь. Работала секретаршей в различных учреждениях. Проживала в Мюнхене, где и скончалась в 2002 году. Конечно, на Нюрнбергском процессе я услышала страшные вещи о 6 миллионах евреев и о других народах. Узнав об этом, я испытала сильное потрясение. Но я не видела никакой связи с моим собственным прошлым. Я радовалась, что лично мне не в чем себя упрекнуть. Я ведь ничего не знала об этом. Но однажды мне попалась на глаза мемориальная доска на улице Франца Иосифа в честь девушки по имени Софи Шоль. Она родилась в один год со мной. И в тот же год, когда я устроилась на работу к Гитлеру, ее казнили. И только в эту минуту я поняла, что молодость не может служить оправданием. Стоило лишь захотеть, во всем можно было разобраться. Режиссер Оливер Хиршбигель Автор сценария Бернд Эйхингер По книге Иохима Феста «Падение» А также по книге Тродль-Юнге и Мелиссы Мюллер «До последней минуты» Оператор Райнер Клаусман Композитор Стефан Захариус Броно Ганс в роли Адольфа Гитлера Александра Мария Лара в роли Тродль-Юнге Карина Харфуш в роли Магды Геббельс Ульрих Маттас в роли Йозефа Геббельса Юлиана Коллер в роли Евы Браун Хайну Ферш в роли Альберта Шпеера Кристиан Беркель в роли профессора Шенка Маттиас Хабиш в роли профессора Хаазы Бруно Кречман в роли Германа Фегелейна Маттиас Хабиш в роли Германа Фегелейна Маттиас Хабиш в роли Германа Фегелейна Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok